Короче, ребята, не успев зайти на территорию вот этого завода, мы уже нашли вход в какой-то бомбарь. Я надеюсь, что там сейчас ермуха будет открыта. Вот такой вот, ребята, спуск. Это было проще, чем мне казалось. Ух ты, ребята, а здесь вообще полным-полно вот этих ящиков. Имущество санитарной дружины. Так, три. Давай, еще одна, две плюхи, и мы выломаем. Раз, два, три. Ух ты, ребята, а здесь у нас целый ящик противогазов. Привет! Если ты изобретательный и творческий человек, тогда настоятельно тебе рекомендую подписаться на канал Мастера Хломастера. На моем канале регулярно выходят качественные видео о разных самоделках, гайдах и различных туториалах. Как сделать машинку для картинга, коптилку или даже улитку из подручных средств. Все это вы уже можете найти на моем канале. Подпишись, ведь я жду именно тебя. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Ребята, если вы не видели прошлое видео, ссылочка в описании, подсказка где-то там вылезет. Начните с просмотра предыдущего видео, потом возвращайтесь к этому. Потому что та часть, это как бы первая часть вот этого видоса, а это уже, можно сказать, продолжение. Шли мы шли и случайно нашли вот такой вот, типа, завод. Или я не знаю, что это, короче, но мы сейчас туда пойдем и будем смотреть, что там интересного. Если, короче, вы смотрите это видео, значит, там мы что-то нашли интересное. Итак, ребята, вся банда в сборе. Тимур, Женя. Кстати, ребята, я в прошлом видосе говорил, но, может, вы до конца его не досмотрели. Тимур делает неофициальные экскурсии на Южный мост наверх. Поэтому ссылочка в описании снизу. Пишите ему в директ, он вас, короче, поднимет нелегально туда наверх Южного моста. Это будет безопасно, он там был уже, наверное, тысячу раз, если не больше. Полиция вас тоже не примет, все, короче, уже там до мелочей отстроена схема. А мы, короче, заходим на какой-то уже этот, как его? Завод. Кстати, мне кажется, он либо не заброшенный, либо не до конца заброшенный, потому что вон я вижу какой-то сильно оранжевый кран. В такой ярко-оранжевый цвет в Советском Союзе ничего не красили. И это уже пахнет современно, если что. Ух ты, вентиляционная шахта, ребята, какая-то. Походу, здесь уже кто-то до нас был. Обычно через такие вентиляционные шахты можно попасть внутрь бомбаря. Да, там лестница, лестница. Да, свет. Там лестница. Ух ты. Офигеть. Снизу какие-то противогазы, кстати, валяются. Куча вот таких скоб. Это типа ступеньки. Сейчас, короче, по них, наверное, мы спустимся вниз. Короче, ребята, не успев зайти на территорию вот этого завода, мы уже нашли вход в какой-то бомбарь. Я надеюсь, что там сейчас ермуха будет открыта. Но, судя по всему, если вот эти штуки выломаны, значит, там кто-то что-то искал и, скорее всего, воровал. Потому что, ну, обычно в бомбарях изначально есть что воровать, потом, когда их вскрывают, очень быстро там уже нечего воровать. Но мы лезем туда не воровать, мы такие просто, знаете, урбан-исследователи. Просто посмотреть, поснимать и вернуться. Вот такой вот, ребята, спуск вниз. Извини, давай тогда по очереди спускаться, потому что болото с моих кроссовок падает на Женю. Что, закрыто? Нет, с ноги надо, наверное, выбивать. Итак, ребята, у нас здесь есть такая дверь. Она визуально вроде бы как открыта, но, возможно, с другой стороны завалена. Сейчас мы, короче, дождемся Тимура. Тимур, спускайся к нам. И будем, наверное, сейчас со всех ног вываливать ее. Давайте, короче, попробую ее это. Да, она шевелится, я думаю, мы ее откроем. Давайте подождем к Тимуру, ему, наверное, тоже интересно. Вообще неинтересно, открывайте. Это было проще, чем мне казалось. Ну что, погнали внутрь. Слышь, Сереж, ты противогаз уже. Так вот, с почином тебя. Вот противогазы, про которые я вам говорил. Здесь их лучше уже видно. Ну что, ребята, спускаемся внутрь. Здесь уже чувствуется такой холодок. Ух ты, ребята, здесь такие ящики какие-то. Только они разобраны, походу, это остались остатки от этих ящиков. Вот есть какой-то ящик. Давайте посмотрим, что в нем. Блин, он, походу, пустой. Все, как я вам говорил, вот написано противогазы. Но я чувствую, что ящик пустой. Давайте его откроем. Давайте его вообще снимем. А если мы его снимем, он пустой, да, Сереж? Да, он пустой, короче, я чувствую, он очень легкий, он пустой. Видимо, все обворовали. Кстати, НАЦ. Я нашел, что они ворвали. Ну да, здесь написано, кстати, вот смотрите, противогазы. Здесь, походу, было много противогазов. И просто украли противогазы. Мне вот интересно, зачем людям так много противогазов? Что они с тобой делают? Готовятся, наверное, к Чернобылю 2. Мне кажется, что они их продавали для того, для тех целей. Кстати, на ящике подписаны какие эти противогазы. Смотри сбоку. Есть подпись. ГП5. 40 штук. Номер ящика. И с какой-то стороны где-то год писали. Я понял. Точно не помню. Ну, короче, да. Сереж? Что? Ух ты, здесь еще не все украли, походу, противогазы. Вот это бармары, да, листовка побили? Да, даже стекло разбили. Весело, наверное, кому-то было. Уроды. Давайте мы поломаем стекло тоже будем, как уроды какие-то. Интересно же сломать стекло в противогазе. Блин, чуть палец. Бля, порезал палец. Замазать придется, потому что YouTube заблокирует. Ух ты, ребята, а здесь вообще полным-полно вот этих ящиков. Ну, как бы да. Они все полные, Серег. Полные? Вот, смотри. Вот эти ящики я толкаю. Они вроде бы как пустые. Или полные они? Не, может эти и пустые. Вот там два пола. Ух ты, ребята, а здесь у нас целый ящик противогазов. Только они какие-то все в печальном состоянии. Я не знаю, пригодны ли они еще для чего-то. Тимур, пригодны эти противогазы еще для чего-то? Вообще нет. Во-первых, они уже выцвели. Во-вторых, они уже все, как сказать, обосранные. Поэтому их, наверное, отсюда и не забрали, да? Ну, да. Да, да. Я всегда попадаю в бомбарь, и там нифига нету. А здесь полно вроде всего, но по факту тоже нифига нету. Что в этих кастрюлях? Это фильтрация. Это не кастрюля, это фильтрация воздуха в самом бомбаре. То есть, который снаружи заходит? Ну, да, это чтобы когда радиация, она полностью фильтруется. Ага, чтобы частички радиации, получается, не попадали внутрь. Ну, да. Да и тяжелый воздух тоже. Так, здесь у нас какая-то бумага. Удивительно, что ее никто не сжег еще, кстати. Да, кстати, это все от противогазов с коробок. Это все полностью с коробок, с ящиков противогазов. Вот. Выкинули. Ты нам прям целую экскурсию тут устроил. Я по фонарику, которая за фонариком бегает. Да. Итак, ребята, новая комната. Здесь у нас на ящике написано «Имущество санитарной дружины». И кто-то написал «Тут был» и пан знаков вопросом. Здесь бутылки от пива, от фанты. Видимо, часто здесь бывают какие-то мародеры или просто такие урбан-исследователи, как мы. Кто-то свое художество здесь оставил. А вот, кстати. Первая медицинская помощь, видимо. Какая своя кровь вкусная на вкус. Вроде немножко порезал, а кровь так херачит с пальцем, что просто капец. Здесь, короче, ребята, реально много комнат. Во всех их что-то есть, какие-то столы, какие-то коробки, какие-то противогазы. Но по факту здесь ничего нету, потому что все, что можно было, отсюда вынесли. Ну, как все. Не все, а просто все ценное вынесли. Ну, мы сюда зашли не за ценным, а просто за какими-то эмоциями. Идемте дальше, посмотрим. Так, здесь у нас такая вот лютейшая ермуха. Классная, кстати. Да. И здесь, кстати, выломанная ермуха. Давайте ее попробуем туда скинуть вниз. Моя не скинь. Тут почему, Стрел, она вот шатается. Ты в курсе, какой бабах будет? Будет бабах сильный. Давайте скинем. Давайте все вместе ногами вот так, короче. Давайте, ребят, заглянем, посмотрим, что там внутри у нас. А на чем она держится, я не могу понять. Снизу болт. Короче, непонятно. Ладно, давайте не будем в эту комнату залазить. Здесь еще есть полным-полно других комнат. Пойдем посмотрим. Так, ребята, сделаю то, как я любил в школе делать. Видимо, не я один здесь любил. Видите, куча следов черных. Какая-то швабра, немножко обугленная. Я залез для того, чтобы посмотреть вот такие стенды. Разведка, очага, химического заражения. Укрытие простейшего типа. Кстати, интересная штука. Надо будет себе потом на паузу понажимать. Посмотреть на всякий случай, мало ли. Это, походу, какие-то землянки, вот как строить внутри. Идемте, ребята, будем искать пацанов. Здесь, кстати, кто-то уже, видимо, резал металл. Хотел что-то ворвать. А вот, кстати, и фильтры от противогазов. Этот, наверное, какой-то дефектный. Вон какая-то черная штука на нем. Поэтому его, наверное, не забрали. Куча ящиков. Даже нема смысла, наверное, их проверять. Потому что все они пустые. Бомбарь, ребята, хоть относительно и пустой. Но здесь все равно мне интересно. Потому что обычно в какой бы бомбаре я ни зашел, там даже ящиков нет. Здесь хотя бы ящики есть. От этого уже хоть минимально, но интересно. Так, ребята, здесь у нас какие-то ступеньки. Какая-то комнатка. Смотрим, что у нас тут. А здесь у нас туалет. Проход, конечно же, вот я стою в полный рост. Камера на уровне глаз. Проход так себе. Я, в принципе, не очень высокого роста. У меня рост метр семьдесят пять. Приходится вот так. Не, ну, кстати, внутри вот ровно можно разогнуться. Но чтобы в двери пройти, приходится вот так вот, короче. Нагибаться. Это, наверное, бомбари для очень маленьких людей. Если молчать и слушать, слышно какое-то шипение. Идемте искать ребят. Не хочу здесь сам оставаться. Вдруг какие-то мародеры придут. Узнают, что это Сергей Трейсер. И давай начнут фоткаться со мной. Короче, ребята, мы нашли такой вылаз. А у нас сегодня, получается, целый день залазим в одном месте, вылазим в другом. Но, в принципе, нам не обязательно сюда вылазить, потому что если мы сюда вылезем, мы будем грязные, как черти. Вот, смотрите. Хотя мы и так уже грязные после прошлого видоса. Если не посмотрели, еще раз вы посмотрите. Поэтому мы решили, короче, тут не будем все-таки вылазить. Пойдем, вылезем туда, куда и залазили. Там, тем более, залаз прикольный. Замок висит? Право. Что, ломанем ее или шумно будет? Шумно, но по***й. Давай, раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Давай, еще одна-две плюхи и мы выломаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Может, ну ему нафиг? Видимо, короче, это хорошо проволока держит. Или это замок? Проволока. Проволока. Это толстая проволока. Она закрученная, походу, да? Да. Ну все, ладно, не будем мучить эту дверь. Пошли отсюда. Ну, туда пошли. Или через гермо. Я предлагаю все-таки через гермо. Несмотря на то, что мы грязные, не хочется быть еще грязнее. Потому что мне сегодня еще домой возвращаться. А вот, ребята, блин, я думаю, он тяжелый, короче, он легкий оказался. Порошковый огнетушитель, но он пустой, легкий. Я как-то перестарался ногой. Так, я уже забыл, где у нас тут выход. А, вот, вот это, походу, наша гермоха с выходом. Так, ну, вылазим обратно. Ну что, ребята, полезли вверх. Стоять. Вот у меня полиция есть такие. Спецназ в отставке работает. На улице уже совсем темно, ребята. Итак, ребята, мы вылезли на улицу уже. Как подметил верно Женя, мы шли на завод, а не в бомбарь. Поэтому идемте, посмотрим, что на этом заводе есть. Хотя, мне кажется, там есть какие-то, наверное, охранники. Потому что, мне кажется, часть этого завода еще работает. Или кто-то просто какие-то частники берут под аренду. Какие-то цеха или помещения. Ну, и если тут сдается в аренду что-то, значит, есть какая-то охрана, вероятнее всего. Ну, нам пофиг. Пошли. Обычно, ребята, в таких местах я нахожусь днем. Ночью, если люди ходят в таких местах, это выглядит, как будто они что-то воруют. Поэтому, если нас все-таки поймает охрана, если здесь охрана серьезная, то нам, наверное, будет сложно перед ними объясниться. Итак, ребята, подошли мы к такому вот помещению. Оно, судя по всему, не рабочее. Здесь вряд ли пролезем. Но вон сверху, я вижу, через такую дырку можно пролезть. Жека пошел первый. Давай, поначь. Итак, ребята, у нас валяется тут под ногами какая-то пленка. Давай, кстати, засветим ее, посмотрим, что на ней есть. Ну, плохо видно, конечно, но... Но что это? Мультик, походу. Мультик какой-то. Нет, какая-то машина вроде. Да, это видеозапись какой-то машины. Такое вот, ребята, помещение. Блин, не знаю. Наверное, правильно будет сказать в аварийном состоянии. Максимально. Максимально в аварийном состоянии. Надеюсь, нас ничем сегодня здесь не привалит. Я так понимаю, вот это все падало сверху. Здесь было несколько этажей. Сейчас просто один большой высокий цех. Блин, мне уже, ребята, честно страшно здесь находиться. Помните, я говорил, что этажи осыпались? Так вот, походу, это где-то сверху упало. Вполне возможно, что над нами еще два этажа было. Я не знаю, добивает до потолка, не добивает фонарь. Вот это страшное зрелище. Надеюсь, на нас такое сегодня не упадет. Просто такие горы кирпича обсыпанного. Либо его кто-то накидал сюда. Такой вот стрёмный потолок. Что-то ребята убежали от меня, надо их догнать. Лестница наверх. Я так понимаю, по ней мы потом поднимемся. Давайте посмотрим, что тут ребята смотрят. Ого. А здесь просто вот так кто-то срезал кусок металла. Неужели он так много денег стоит, чтобы столько резать его? Вопрос зачем? Да, реально, зачем? Если столько силы тратить, резаком резать. Может, здесь была какая-то поперечка когда-то, и ее тоже спилили. Потому что вот чтобы такой кусочек просто стырить резаком, нужно реально долго, как по мне, резать. Вот тут тоже, короче, когда-то была такая металлическая колонна вверх. Она высокая, хотя я понимаю, вроде чего ее ворвали. А вот там реально кусочек вот этот, который стыбзили. Вот здесь он был. Вообще непонятно для чего. Поднимаемся, ребята, по ступеньках вверх. И знаете, что я скажу, ребята? Обычно на таких местяках я бываю днем. Сегодня ночью. Ночью как-то совсем другая атмосфера. Не знаю, как вам там. Вам может хуже что-то видно, чем мне. Или чем обычно, как это бывает днем. Но ночью здесь реально очень круто. Хотя еще не ночь, просто сейчас вечер потемнело. Мы поднялись то ли на один этаж, то ли на два вверх. Непонятно. Тимур поставил табличку запасной выход. И туда такой обвал вниз. А вот, кстати, вот эти этажи, которые сыпались вниз туда. Надеюсь, под нами тоже так ничего не рухнет. И, видимо, сверху еще были этажи. Давай, давай к нам. Иди, легко. Если я умру, то здесь. Дай, Буцика. Мы сделали это. Миллионы подписчиков. Миллионы подписчиков будут тебе лайкать посмертно. Уху. Тима. Тима.